Всем доброго времени суток! С вами игросмейстер Максим Чигаев и новая партия недели. Турнир Вейконзе продолжается, но поскольку турниру Мастерс и так уделяется достаточно много внимания, я отправился изучать побочный турнир, турнир Челленджерс. Напомню, что этот турнир проходит параллельно с главным, и победитель этого турнира попадает в турнир Мастерс на следующий год. Также круговая система в 13 туров, довольно много интересных партий тоже там сыграно. На данный момент уверенно лидирует молодой индийский гроссмейстер Арджуна Регаисия, но мой выбор пал на встречу между юным бельгийским гроссмейстером Даниэлом Дардой и одной из сильнейших российских шахматисток Полиной Шуваловой. Итак, поехали. С4, Е6 было сыграно, Конь С3, Д5, Д4, С5. Дардо побил здесь на Д5, СД, ЕД, Конь Ф3, Конь Ф6. Итак, разыграна защита Тараша, и здесь молодой бельгийский сделает один из двух основных ходов в этой позиции. Он здесь играет слон Ж5. Можно, конечно, сыграть Ж3, но это альтернатива для более спокойной игры. Слон Ж5, ход агрессивный. Полина отвечает ходом слон Е6. Здесь Дардо тоже играет подчеркнуто надежно, играет здесь Е3. А дебютные дискуссии после хода Е4 остались для будущих партий и для новых дебютных новинок, скажем так. Итак, последовал ход Е3, Полина здесь играет С4, логичный довольно ход, держит напряжение. Конь Е5 здесь играет Даниэль. И Полина ищет бури и играет ферзь А5, идет на острую позицию, хотя ход слон Е7 с идеей просто сделать рокировку, в общем-то, выглядит куда спокойнее. Но Полина шахматистка довольно боевая, поэтому она здесь играет ферзь А5. Уже грозит ход конь Е4, поэтому приходится белым здесь бить на Ф6. Слон бьет Ф6 ЖФ, конь Ф3. И, в общем-то, здесь черный делает довольно логичный ход. Играют здесь конь С6, но это уже, на самом деле, довольно серьезная неточность. То есть, нужно было играть динамичнее, нужно было сразу играть слон Б4, подготавливая контр-игру на ферзьевом фланге, поскольку позиция пешек довольно уже такая разбитая. То есть, уже есть сдвоенные пешки. Нужно играть агрессивно. Слон Б4, например, ферзь С2, Б5. Слон Е2. Можно здесь ударить на С3. БЦ, Б4. Например, СБ белые играют. Ферзь бьет Б4, конь Д2 и конь С6. Далее черные делают рокировку. Играют ладья Б8, ладья ФС8. И за счет проходной пешки С4 у них все шансы на хорошую контр-игру. Ну, Полина здесь сыграл конь С6, хоть логичный, как я уже сказал, но не точный. Ж3 играют белые. Тоже довольно идейно. Сыграть слон Ж2 и сделать рокировку, закончить развитие. И здесь уже черным нужно было, в общем-то, что называется, изловчиться. И найти довольно сложный ход. Ход, который в глаза не бросается. Я бы даже сказал, наверное, что он компьютерный. Но тем не менее, то есть, ход неплохой. Это ход слона 3. Теперь белые вынуждены делать ход ферзем. Например, если сыграть ферзь С2, то черные просто отступят слоном на Д6. С идеей завязать контр-игру. Например, сыграть Б5, потом Б4 и так далее. Может быть, где-то сыграют конь Е7, чтобы укрепить пешку на Д5. В общем, позиция остается сложной. Но Полина здесь сыграла слона в 5. Видимо, она не очень хотела, чтобы белый ферзь появился на С2. Но теперь Дэниел Дардо спокойно заканчивает развитие. Делает важный ход А3, после которого позиция определилась у белых в большой перевес. То есть, черные уже совершенно ничего не успевают. Они не успевают ни слон Б4, ни слона А3. Б5 тоже толком, соответственно, не успевают. Поэтому приходится заканчивать развитие. Последовало здесь 3-0. Конь Х4. Слон Е6. Слон Ж2. Теперь позиция окончательно определилась. У белых большой перевес. И, в общем-то, позиция переходит в техническую уже, можно сказать, стадию. Но, конечно, борьба еще не окончена. Слон Е7 последовала. Короткая рокировка Ф5. Конь Ф3. Король Б8. Все-таки у черных есть пока активные идеи сыграть, например, Х7, Х5. И, может быть, Х4, даже если позволит. Последовало здесь Б4. То есть, может быть, не следовало белым торопиться с этим ходом. Может быть, стоило сыграть, например, ФС2. С идеей подготовить не Б4, а Б3, например. Сыграет ладья ФБ1 и Б3. Но это, в общем-то, все частности. То есть, последовало Б4. То есть, ход неплохо, ход ничего не портит. У белых по-прежнему большой перевес. Б4, ФС7. Ладья Б1. Полина здесь играет король А8. Увела короля в, казалось бы, безопасное место. И здесь молодой бельгийский шахматист сыграл довольно хитро. Он здесь сыграл ФС4. Ход, на самом деле, выглядит довольно идейно. Что уж тут говорить. То есть, белые хотят сыграть ладья ФС1. Потом перебросить ФС1. И дальше уже по ситуации заняться слабыми пешками черных. На Ф5, на Д5. Каким-то образом пытаясь их, что называется, окучить. Может быть, перевести коня на Ф4. Может быть, коня с Ф3 куда-то перевести. Тем не менее, ход такой, скажем так, довольно спокойный. Не конкретный. И здесь Шувалова сыграла очень беспечно. Сыграла конь Б8. Ход довольно логичный, на самом деле. То есть, она переводит коня на Д7. Коню на Д6 делать нечего. А с поля Д7 он может пойти на Ф6, как и на Б6. Но, к сожалению, для черных теперь белые выигрывают моментально. Последовала конь Б5. Грозит мат на А7. Ферзь Б6 сыграла Шувалова. И казалось бы, что у черных после перевода коня на Д7, и затем на Ф6 появится достойная контр-игра. Но, к сожалению, для Шувалова партия заканчивается буквально в два хода. Последовала громоподобная Ферзь Б7. Ферзь Б7 и конь С7 мат. Давненько, честно говоря, я таких красивых конструкций уже не видел в турнирах. Пусть не элитного, но довольно высокого уровня. И, как вы понимаете, я, в общем-то, не сумел пройти мимо. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на Chess.com.ru. Дальше будет еще интереснее. Спасибо за внимание.